Приветствую вас на моем канале, меня зовут Регина Доктор, я практикующий врач, терапевт, нефролог, диетолог. Сегодня у нас очень интересная тема, я хочу познакомить вас с одним из лучших способов сохранить свое женское здоровье. Это видео будет полезно всем женщинам, но особое внимание я бы хотела уделить женщинам, которые хоть раз, кого-то, когда-то рожали. Уверена, что в череде будних дней радости от материнства вы не задумываетесь об очень важном элементе женского здоровья, который обязательно поможет вам сохранить молодость, ощущение сексуальности, легкости, игривости, все то, что так важно любой женщине. В предыдущем видео уроке мы говорили с вами про эпицентр женского здоровья, малый таз и огромное количество мышц, которые формируют мышцы тазового дна. Посмотрите, пожалуйста, еще раз, как устроен наш с вами организм, это важно. Мы с вами говорили о том, что эти мышцы не работают в течение дня, в базовых движениях вообще, и с годами плотность мышц, супруга стеряются, развиваются опущения, выпадения, недержания мочи и огромное количество женских проблем. А сейчас я хочу вам показать, что происходит с вот этими мышцами тазового дна во время и после родов. Посмотрите, пожалуйста, как устроен организм человека. Вот эти вот мышцы во время родов, испытывая колоссальную нагрузку, растягиваясь, участвуют в процессе, который дает жизнь новому человеку. Чудо природы по-другому не назовешь. Для каждой мамы большая ценность жизни – это ее ребенок. Но сегодня я хотела бы, чтобы мы с вами, дорогие женщины, уделили время себе и своему здоровью. Вспомните, пожалуйста, сейчас свой послеродовый период. Все внимание, в том числе и медицины, в роддоме, врачей, родственников, приковано к маленькому человеку. У молодой мамы иногда не остается даже времени, чтобы банально сдать общий анализ крови, который обязательно нужно сдавать через два месяца после родов. И уж, конечно, не остается времени, чтобы заняться восстановлением мышц тазового дна. Здесь есть несколько проблем. Во-первых, отсутствие системы послеродового восстановления. Если я спрошу сейчас у вас, у кого из вас, кто рожал когда-либо, была система послеродового восстановления? То есть, вами занимались, вы делали специальные упражнения, обследования, проверяли силу мышц тазового дна, опущение, диастаз? То есть, кто занимался конкретно по системе? Я уверена, это будет небольшой процент. Многие знают, что роды в некоторых странах, в США, в Майами очень популярны. Но я вам хочу сказать, не только из-за вопросов гражданства, но и в том числе из-за систем послеродового восстановления, когда здравоохранение занимается не только родившимся ребенком, его здоровьем и развитием, но и восстановлением женщины. Чтобы вот этот вот послеродовый стресс для организма, хоть и физиологический, не сказался на проблемах женщины потом. Особенно, если у женщины не одни роды, двое, трое и более. Представляете, какие ресурсы мы забираем таким образом у собственного здоровья? Что мы имеем потом? Опущение, недержание мочи, геморрой, проблемы с сексуальной жизнью. И из такого радостного события, чудо материнства, женщина оказывается один на один с проблемами, о которых даже не с каждым можно обсудить. И не каждый врач обращает на это внимание. Поэтому мое большое пожелание для всех женщин этого мира. Возможно, вы на сегодняшний день ничего не знаете про послеродовое восстановление, но я хочу вам сказать, оно есть и должно быть внедрено для каждой женщины. Это доступно каждой, это недорого, это не занимает много времени. Послеродовое восстановление заниматься обязательно нужно. Что же делать? Продолжаем изучать мышцы тазового дна. Так вот, две проблемы – это слабость мышц тазового дна и застойное явление в малом тазу. Все это усиливает и беременность, и роды. Во время беременности в организме женщины формируется новый организм, представляете, целый человек. Таким образом, то самое давление повышается и застой в малом тазу, а то кровь, естественно, ухудшается. Второе – мышцы тазового дна во время родов, послеродов, претерпевают изменения, глобальные изменения. Посмотрите разницу. И тонус этих мышц, функцию их нужно восстановить, приведя их обязательно в движение. Если женщина послеродов не имела послеродового восстановления, ушла в материнство и о себе забыла, мышцы тазового дна, конечно, смыкаются каким-то образом, но они будут очень слабенькими, не будут держать внутренние органы. У многих женщин сразу после родов начинаются запоры, геморроидальные узлы, недержание мочи, подтекание мочи и, естественно, проблемы с половой жизнью. Более того, когда женщина имеет такие интимные проблемы, она не чувствует себя уверенной, но не чувствует себя сексуальной. И смысл посещать женские тренинги по достижению цели и личной эффективности, если не решена первопричина этих проблем. Так вот, здесь встает вопрос – что же делать? Мы с вами говорили, мышцы тазового дна не участвуют в движении, поэтому для того, чтобы мышцы вернуть свой природный тонус, привести их в норму, нужно привести их в движение. Каким образом? Итак, переходим к тому самому лучшему способу сохранить женское здоровье. Как же вернуть в тонус мышцы тазового дна, привести их в движение? Многие из вас наверняка слышали про упражнения Кегеля. Я уверена, вы сейчас сказали – да, слышала, но ни разу не делала. Или делала пару раз, ничего не поняла, не почувствовала эффект и вообще забыла об этом. Да, существуют упражнения Кегеля, с помощью которых вы напрягаете, расслабляете по определенной длительности эти мышцы. Так вот, сейчас делаем небольшое тестирование. У нас есть мышцы, которые сокращают влагалище, есть мышцы, которые сокращают анус. Это отдельные группы мышц. Любые мышцы мы можем контролируемо приводить в движение. Вот это как раз одни из них. Так вот, если я вас сейчас попрошу, прям во время этого видеоурока, напрячь влагалище, попробуйте это делать. Напрягите мышцы влагалища. Напрягайте и держите, а я продолжаю рассказывать вам. Держите. Если параллельно вы напрягаете ягодицы, анус, или у вас вообще не получилось, вы не понимаете, сейчас сидите, что там напрягать, как это сделать, это говорит о том, что мышцы тазового дна не развиты, мышцы тазового дна не в тонусе, срочно нужно ими заниматься. Поэтому это своего рода тест. Второй тест, который говорит о том, что проблема с мышцами тазового дна. Вы ощущаете выход воздуха во время секса. То есть, хлюпающие такие звуки во влагалище, это тоже проблема с мышцами тазового дна, отсутствие их тонуса. Третий симптом проблем с мышцами тазового дна, это подтекание мочи при чихании и кашле. Дорогие женщины, пожалуйста, это номер один проблема. Не сидите в одиночестве с этой проблемой. Не думайте, что она пройдет самостоятельно. Она не пройдет, если вы не будете ничего делать. Она только усугубится. И будет потом не подтекание мочи, а опущение органов и недержание мочи. Если у вас есть бабушки пожилого возраста, то вы наверняка знаете, что они сталкиваются с этими проблемами. Это нужно и можно решать как можно раньше. Если у вас такая проблема есть, перестаньте сидеть, сложа руки, пожалуйста. Действуйте. Именно поэтому я и даю вам алгоритмы того, что уже нужно делать. Итак, что у нас там с удержанием мышц влагалища? Это и есть упражнение Кегеля. Сократить мышцы влагалища и удержать их 8, 10, 20, 30 секунд до 2 минут. Можно делать циклические сокращения. Можно сокращать сначала вверх, потом вниз. Но самое главное постараться сокращать отдельно мышцы влагалища, отдельно мышцы ануса. И можно сократить потом все вместе. Пока, если не получается, это лишь говорит о том, что мышцы тазового дна нуждаются в нагрузке. В чем минус упражнений Кегеля? Нет динамики. Буквально через 2-3 дня после такого сокращения вы поймете, вы научитесь делать упражнения Кегеля, сокращать и удерживать. Но дальше не будет динамики. Для того, чтобы сохранить мышцу упругой, дать ей тонус, гипертонус, для этого нужна какая-то нагрузка. Поэтому в мире существует огромное количество комплексов упражнений, которые помогают укрепить мышцы тазового дна. Основа которых идет, собственно, в упражнениях Кегеля. Мне очень нравится мой комплекс упражнений 12 минут. Это активные упражнения с высокой эффективностью до 98%. Какое лекарство даст такую эффективность? Не только для профилактики, но и для лечения уже существующих проблем и заболеваний. Причем этот комплекс удобен, его можно делать в любом месте. Не требует дополнительного оборудования, не требует какой-то физической подготовки. То есть это очень удобно. Выделить 12 минут в день, повторять комплекс ежедневно в течение 2 недели и делать это раз в полгода. Вот тогда вы можете быть уверены, что вы своим женским здоровьем занимаетесь, что ваши мышцы, которые вообще не двигались, какое-то время приходят в тонус. Более того, я своих пациенток учу. Между тренировками, как разминку или как зарядку, вы можете делать этот комплекс постоянно. Существует несколько методов укрепления мышц тазово-дна. Электромеостимуляция, различные лазерные процедуры, инъекции. Все они имеют противопоказания. Очень дорогостоящие, не дают высокую эффективность и дают временный результат. Активные тренировки – это единственный метод, который не требует затрат с вашей стороны и дает высокую эффективность 98%. Эффект укрепления мышц тазово-дна при недержании мочи, опущении органов. То есть это реабилитационный лечебный комплекс, который действительно работает. Прямо сейчас я хочу вам дать расширенную информацию по женскому здоровью и одно упражнение. По ссылке в описании переходите, пожалуйста, регистрируйтесь. И сразу после регистрации вы получите тренировку с упражнением. Вы его можете сделать прямо сейчас в любом месте. И уже сейчас получить результат вообще. Как это просто, как это круто просто получить сразу эффект. Обязательно посмотрите. Ну а для подробной работы и для того, чтобы иметь один раз на всю жизнь тот самый комплекс 12 минут, обязательно посетите наш легендарный курс «Женское здоровье». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!